Добрый день, меня зовут Тамара Козырева и это мой канал о здоровье и здоровом образе жизни. Мы продолжаем серию видеороликов с Аланом Исмаиловичем Османовым. Если в ухо заползет жук или клещ укусит, насколько это может быть критично? Вообще эта ситуация неприятная, это часто бывает во время сна. Проблема в том, если это насекомое, оно еще живое, то оно шевелится и вызывает жуткую боль. Поэтому это насекомое первым делом нужно умертвить путем закапывания масляного раствора, любого масла в ухо, хотя бы его нужно обездвижить. А дальше оно удаляется путем промывания, но это должен сделать врач. А сам человек хотя бы масло может налить, полежать? Да, масло может закапывать, по крайней мере, обездвижить это животное, чтобы снять боль и обратиться к врачу. Дальше путем промывания эти насекомые удаляются. Ну, в зависимости от того, в каких, в каком регионе, в какой стране это происходит. Есть случаи, когда довольно крупные насекомые, какие-то паразиты заползают в слуховой проход и там поселяются. А если клещ укусит, прицепится там? Клещ – это не самая частая локализация, вот. Клещ, как правило, как только касается кожи, он моментально в этом месте и впивается в ухо. Чтобы клещ попал, это сложно, но здесь тогда просто механическим удалением клеща не обойтись. Здесь тактика такая же, как и при любом укусе клеща. Этот клещ должен быть доставлен для анализа в специальную лабораторию, чтобы подтвердить, есть ли риск инфицирования боррелиозом или клещевым энцефалитом. Если ребенок засунул себе какую-то деталь в ухо, может ли это привести к потере слуха или все-таки обычно… Временно – да, пока это инородное тело там находится. Если оно привело к травме барабанной перепонки, то до момента заживления перепонки немножко снижен слух, может быть какой-то шум, может быть в ухе. Но, как правило, сам ребенок слишком глубоко это инородное тело не заведет, потому что это будет очень больно. Этому помогают, как правило, родители, которые пытаются его удалить. Или доктора, кто не имеет специальной квалификации. Пытаются удалить его, не имея специальных инструментов, и заталкивают эти инородные тела, особенно если речь идет о круглых инородных телах, такие как бусины или детали от игрушек. Они как только минуют определенную зону, то есть такой перешейк в слуховом проходе удалить его уже очень сложно бывает. Приходится часто это делать под наркозом. Еще один глупый вопрос по поводу наушников и громкой музыки. Родители часто пугают, будешь слушать громкую музыку в наушниках, потеряешь слух. Ну, потерять слух нет, но к невриту слухового нерва или к появлению шума в ухе это совершенно запросто может привести, потому что это такой неадекватный раздражитель. Звук направлен непосредственно в барабанную полость, в сторону звукового анализатора, и при длительном использовании действительно это может снизить слух или привести к появлению шума. Поэтому это не полезно. Не забывайте, что если у вас есть вопросы, вы можете оставлять их в комментариях, и я задам их в следующий раз. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok